Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Иванович. Согласно уставу Приморского края, представляю ежегодный отчёт о результате деятельности органов исполнительной власти нашего региона за 2020 год. Губернатор Приморья Олег Кожемяков выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием края. Глава региона рассказал о проблемах и успехах в 2020, а также обозначил ключевые показатели на текущий год. Коронавирус внёс коррективы во все сферы жизни Приморья в 2020 году. Сократился объём валового регионального продукта, были нарушены производственные ритмы и связи. На противодействие распространению инфекции были направлены 9,5 миллиардов рублей, что обеспечило выплаты врачам, оснащение ковидных коек, приобретение медоборудования. Был утверждён план мероприятий по поддержке целых отраслей и системообразующих предприятий. Считаю, что во многом он оказался успешным. Перечень мер социальной поддержки жителей Приморского края был расширен с 76 до 84. Всего на эти цели было направлено 20 миллиардов рублей. Олег Кожемяка также озвучил, как развивалась сфера ЖКХ. В прошлом году в крае выполнили проектирование, строительство и капитальный ремонт 34 объектов коммунальной инфраструктуры. Особое место занимало и продолжает занимать благоустройство территорий. Приморцы поддерживают создание детских спортивных объектов, объектов благоустройства и уличного освещения, обустройства автомобильных дорог и объектов культуры. Образовано голосование подбора общественных территорий для благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Что касается одной из самых проблемных отраслей дорожной, губернатор озвучил, что на её развитие в прошлом году направили почти 21 миллиард рублей. Было построено семь новых мостов, продолжалось и в этом году завершится строительство участка новой современной трассы Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Продолжается текущий ремонт дорог. Что касается жилищного строительства, то и здесь у нас явный рост. В 2020 году в Приморском крае введено 646 тысяч квадратных метров жилья, прирост к 2019 году 17%. В том числе многоквартирных домов 394 тысячи квадратных метров, индивидуального жилищного строительства 252 тысячи квадратных метров. По словам главы региона, один из важных приоритетов деятельности правительства края – повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса, а также вовлечение населения в эти процедуры. Бюджет на 2021 год формировался с учётом мнений и пожеланий жителей Приморского края открыто. Проводились публичные обсуждения. Этот опыт мы планируем закрепить и расширить при подготовке бюджета на 2022 год. Напомним, отчёт губернатора законодательному собранию – это ежегодное событие, проведение которого закреплено уставом Приморского края. Екатерина Зверева, Олег Завялов. Новости на Восьмом.